Город над Бугом был выбран столицей десятых юношеских Балтийских игр не случайно. Спортивная инфраструктура Бреста на высоком уровне. Областной центр обладает весьма солидной материально-технической базой. Подготовленность объектов к соревнованиям уже заслужила положительные оценки зарубежных гостей. Делегаты стран-участниц будущих игр посетили наш город и побывали в спортивных учреждениях Бреста. Организаторы соревнований убеждены, событие пройдет на высоком европейском уровне. А потому сегодня отрабатываются все детали, сводятся к нулю организационные вопросы. Объекты готовы и очень высокого уровня. Поэтому мы вчера на таком итоговом заседании подвели такой итог, что в принципе мы можем провести эти игры хоть завтра здесь, на этих объектах. Но в то же время надо немножко еще подкорректировать программу соревнований. Активно были обсуждены вопросы, связанные с весовыми категориями, с возрастными. На повестке дня состояние спортивной инфраструктуры города. Руководители учреждений на заседании отчитались перед заместителем министра спорта и туризма о готовности комплекса к столь престижным соревнованиям. В ходе открытого диалога обсудили насущные вопросы. Наша основная задача как раз-то сделать так, чтобы люди приехали сюда, увидели, что у нас есть и захотели приехать сюда еще раз. Нет предела совершенства. То, что необходимо и совершенствоваться, и работать над собой, это действительно так. Мы на сегодня больше работаем над тем, чтобы уровень мероприятий, соревнований был именно как требуют или как привыкли на международном уровне. Организаторы соревнований планируют принять не менее 9 стран-участниц, порядка 800 спортсменов. Подготовка к Балтийским юношеским играм ведется быстрыми темпами. Уже сегодня, по словам руководителей учреждений, они могут встречать участников состязаний. Дело за малым – навести лоск и последние штрихи. 7 июля 2017 года Брест станет спортивным центром, куда съедутся сильнейшие атлеты со всего мира.